От тьмы к свету. Кассета вторая. Мы верили в милость Господа, но невольно приходили к мысли. Кончатся продукты, привезенные дядем Андреем, перестанет приходить вера, что будет? Опять голод? Но милость Божия безгранична. На десятый день я настолько окрепла, что чувствовала себя, как когда-то в Москве. В этот же день Вера сказала, Андрей в больнице с братенем говорил, фельдшер он там. Сходи, девка, обещал санитаркой взять. Заработок небольшой, но жить можно. Продукты по талонам будешь получать. С народом здешним познакомишься, а там что Бог пошлет. Юлю куда-нибудь потом пристроим. Андрей, девки, вас не оставит. В понедельник утром пошла я в Корсунь. Искрился снег, горел диск солнца. Все ложилось на душу легко, спокойно. Не перечеркивало того, что было, а наоборот, давало возможность осмыслить, понять величие промысла Божия. Я шла и думала. Мир наш с Юлей, кажется, сузился. Он вмещался в простых житейских вещах и заботах. И в то же время он был духовно безграничен. От нас отняли молитвенник, Евангелие, Псалтирь. Но того, что мы помнили, знали, чему учил нас отец Арсений, было вполне достаточно, чтобы быть с Богом, идти к Нему, просить Его, не быть одинокими. Мы были богаты. Показались окраины Корсуня. Отметилась в Сельсовете и стала разыскивать больницу. Больница оказалась фельдшерским пунктом, размещенном в бараке, оставленном лесозаготовителями. Пошла к фельдшеру Ивану Сергеевичу. Он был заведующим врачебным пунктом, аптечкой и родственником дяди Андрею. Спросил, что болит. Сказала, что насчет работы. Вспомнил, расспросил, дал согласие. Несколько дней я мыкалась. Председатель Сельсовета не разрешал. Фельдшер ходил со мной сельсовет, звонили в райотдел НКВД, райздрав и, наконец, получили разрешение. Вставала в пять утра и шла из Ершей в Корсунь. В мороз, метель, ночь. Первое время было страшно, жутко. Но молишься всю дорогу и пройдешь ее незаметно. Сельмаги по талонам давали продукты, промтовары. Жители стали узнавать меня и иногда продавали картошку или меняли на промтовары. Но самое главное было то, что дядя Андрей еще не раз привозил нам картофель, сало и даже мясо. К апрелю месяцу июля поправилась окончательно. Появился румянец, живость, веселость. Прежней стала моя Юля. В мае месяце меня перевели медицинской сестрой, а Юлю взяли санитаркой. Зажили мы уже хорошо, только мало приходило писем. Прожили год, началась весна. Дядя Андрей приехал проверить, в кавычках, на месте ли мы и дал нам полтора мешка картошки на семена. Землю, девки, хорошо перекопайте у новости. Пять дней копали, землю удобряли. Благо старого навоза у бабки Александры было много, лежало в сарае. А тут и сама Александра приехала. Девки, а вы-то живы? Вот не чаяло увидеть, да и сытые. Это вам Бог помог. А мне, сестрин, хлеб, Бог где сидит? Обрадовалась порядку в доме. Второй год прожили хорошо. С Юлей мы еще больше сдружились и жились по-особенному. На третий год приехал брат Юли, а вслед за ним и моя мама. Мы смотрели на них, как на людей из иного мира. Нам привезли книги, одежду, продукты, разговоров, радости и честь. Бабка Александра больше не уезжала, привязалась к нам, полюбила и после приезда из Шинкурска звала доченьки. Последние годы мы жили хорошо, были сыты, одеты, работали. Молились мы с Юлей слух, и бабушка привыкла к этому и тоже молилась с нами, говоря, хорошо, доченьки, на душе спокойно, это Господь вас на мою старость привел. Месяца за три до смерти позвала она с бабушкой и сказала, доченьки, хочу наследство вам оставить, пригляделась к вам, и оно должно пригодиться. Потребовала, чтобы мы дверь заперли, окна занавесили и спустилась в погреб. Открыла я там, в земле, кринку, высыпала на стол содержимое, николаевских денег, бумажных рублей на шестьсот, золотых десяток двадцать штук, несколько золотых колец и сережек. Говорим, куда и зачем нам это, бабушка? Куда, куда? Это Бог скажет, когда время придет. Всю жизнь муж копил для детей, а вы ближе сынов и дочерей стали. Им не отдавайте. И взяла с нас слово. Убрали мы кринку в подвал и забыли о ней. Умерла бабушка Александра. На похороны пришли две старухи-соседки. Детям даже сообщить не смогли, адресов не знали. Прошло четыре года. Кончилась ссылка, но отпустят ли? Многих оставляли на второй срок или направляли в лагерь. Обратились к дяде Андрею, рассказали о наших опасениях. Дела, дела. Думал я об этом. Свет не без добрых людей. Проситесь на работу здесь остаться, а я уж помогу. Зачем остаться, не сказал. Мы мечтали только об отъезде. Вызвали нас в райотдел. Дорожим, волнуемся. Шел 1939 год. Кругом слышались разговоры о начавшейся волне репрессии. Писалось в газетах о процессах, расстрелах, арестах. Принял нас начальник райотдела, полистал наши дела и спросил, куда хотим ехать. Назвали нашу Корсунь. Удивился и сказал, да здесь кадры нужны. Получили документы и обратно в Корсунь. Пошли в сельсовет, получили справки для прописки и получение паспорта. А оттуда пошли к дяде Андрею. Дела, дела, девки. Хорошо, что здесь остались. Надо паспорта чистые получить. Есть в районной милиции человек. За золотое кольцо чистый паспорт выдаст. По чистому паспорту всюду пропишут. Главное, что не по справке НКВД выдан. Да где золото-то достать? Вспомнили мы о наследстве бабки Александры. Рассказали. Дела, дела, девки. Посмотреть надо. Принесла я, показала. Выбрал два тяжелых кольца обручальных, а про десятки сказал. Опасное золото, никому не показывайте. А одну десятку увидят, донесут. И опять тюрьма. Подумает, что золотых много. Идите паспорт получать. А я предупрежду там, в районе. Приехали в район получать паспорт. Принимает начальник паспортного стола. Очередь тянется медленно. Вошла первая, я боюсь. Села, даю документы. Из Корсуни? Давайте. Просто обыкновенно открыто. Взял справки, кольцо. Потом зашла Юля. И все повторилось. Прожили мы в Корсуне более полугода. Паспорта у нас были чистые, без указания, что выданы по справке НКВД. В ПИСА выписались и уехали. Я в Иваново кончать медицинский, Юлия в Александров, кончать среднюю школу экстерном. И потом тоже поступать на медфак. Месяца три до отъезда шла я из больницы и увидела Соню. Метнулась она в сторону. Но вдоль улицы тянулись заборы. И тогда, повернувшись, пошла на меня. Поравнялись я к ней Соня. А она резко сказала, ничего не говори мне. Довольна. Счастлива, ни о чем не жалею. Умирать не хочу. Рада, что выжили. Одними молитвами не проживешь. Прощай. И пошла. Злое, раздраженное лицо было у нее. И что-то чужое отложило на ней отпечаток. Я поняла. Она боится нас. Хочет стать другой. Забыть прежнюю жизнь. В одежде проглядывает мещанственность. Прежней интеллигентности уже не было. Пытливая мысль, жившая раньше в ее глазах, угасла, остался страх, что-то испуганное, больное. Голодная, холодная, жестокая жизнь в Яршахе и Корсуне в первый год придавила нас сначала. Все было против нас. Люди, природа, окружение. И даже Соня, наша любимая Соня, в самый трудный период нашей жизни своим уходом нанесла нам, казалось, непоправимый удар, который почти доконал нас. Уход Сони на какое-то время подорвал во мне веру в великое провидение Божие. Все решительно было против нас. Умирали, и вдруг пришла помощь от человека, которого мы считали наизлейшим своим врагом. И тогда в ослепительно ярком свете открылась нам «Великая милость Господня!» Открылось то, что неведомо человеку, и слова «Неисповедимы пути Твои, Господи!» стали особенно понятными. Это было настоящее чудо, которое открывается вдруг. Прекрасное, сокровенное, что-то божественное, находящее в человеке скрытое до поры до времени. Так было с дядей Андреем и Верой. И обратное произошло с Соней. Трудности и испытания сняли с нее веру. Так что-то наносное, и осталось одно житейское, будничное. Дядя Андрей с его постоянными словами «Дела, дела, девки!» Молчаливый, сумрачный, с грубым, неприятным лицом, работавший старшим милиционером, оказался человеком с нежной душой, добрым, отзывчивым. Нет, это не те слова, чтобы охарактеризовать дядю Андрея. Замечательного, великодушного человека, готового в нужный момент положить душу и жизнь за други своя. Уезжая и прощаясь с Верой и дядей Андреем, мы горько плакали. И в этот момент он сказал «Дела, дела, девки!» Наследство бабки Александры отдайте мне, а то в дорогах обкрадут, я в удобное время перешлю в баранки». Прошло два года, я получила дяде Андрея посылку, лежали в ней домотканные коврики и березовый туисок, наполненный засохшими баранками. Разломила я их и выпало наследство бабки Александры. В 1949 году мы встретились с дядей Андреем и Верой в Москве. Адрес мой они знали, мы переписывались. Радость наша была настолько непосредственной, что я увидела, как по лицу дяди Андрея побежали слезы. Он виновато утирал их, стараясь низко наклонить голову. В 1963 году мы навестили с Юлией нашу Корсунь. Дядя Андрей с Верой жили в маленьком домике, получали пенсию, работали на заводе. Корсунь неузнаваемо разрослась. Прожили мы с Юлией три дня и уехали, полные воспоминаний и грусти, что расставались с дядей Андреем и Верой. Три смерти В первый день войны меня взяли в армию, несмотря на то, что у меня был сын. Направили хирургом в госпиталь. Ехали по направлению к Минску, но уже где-то около Смоленска нас повернули к Москве. Высадили за Смоленском, где и мы развернули работу. Раненых было много, везли без сортировки, кого попало. Войска отступали, госпиталь почти все время менял расположение, меня перебросили в полевой эваку-пункт. Не о войне и не о своей жизни во время войны хочу рассказать, а о смерти трех совершенно незнакомых мне людей. Смерти, которая необычайно поразила меня и дала возможность осознать неисповедимость путей господних. Вспоминается день, когда я дошла до предела человеческих сил, и мне казалось, что жить уже невозможно. Кругом страдания, смерть, стоны, слезы, разлука. В душе у меня ничего не осталось живого. Все онемело, заглохло. Такое пустошенное я жила почти месяц, и впереди виднелся только мрак и страх. Грохот далекого боя приблизился, стали приносить раненых. С поля боя принесли юношу солдата. Его сопровождал лейтенант, тяжело раненый, в руку, просивший как можно скорее осмотреть и помочь раненому солдату. У юноши было девище лицо, нежный пушок покрывал щеки, лицо заостренное от страданий, глаза закрыты. Сестры стали снимать с солдата одежду, подошла и я, ранен в живот. Откинули бинты и перевязок и увидели мессиво из крови, грязи, обрывков одежды. Сознание нет, сильнейший шок, смерть неизбежна. Подошел главный, посмотрел и сказал все. Мы хотели уходить, но солдат открыл глаза и отчетливо сказал, смотря на меня, я умираю, рано, смертельно. Достаньте крестик, он в верхнем кармане гимнастерки, приложите и перекрестите имя Алексей, прошу вас. Я склонилась над ним, достала маленький крестик, приложила губам умирающего и трижды громко произнесла Господи, прими душу страждущего и умирающего раба Алексея во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Алексей глубоко вздохнул, поднял руку для крестного знамения, но рука безвольно упала и смог только сказать Господи, прими душу мою, благослови вас Бог, Господи. Вздохнул два раза и умер. Главный хирург, сестры и санитар взволнованно смотрели на умирающего, пораженное, как и я, особой благостью и верой Алексея. Лейтенант, пришедший с ним, плакал. Запомнилось на всю жизнь и оставило тяжелое впечатление смерти одного полковника лет сорока пяти. Раненый в обе ноги и нижнюю часть живота, он тяжело страдал, временами кричал и буквально выл по-звериному, не мог смириться с мыслью, что умирает. В крике его была злость, ненависть ко всему живущему, он поносил Бога, Матерь Божию, святых, призывал беспрестанно темную силу. смотря куда-то в пространство под полковника ремнями кричал «Уйди! Не мучь меня!» или с кем-то разговаривал, отвечал на вопросы или вроде бы допрашивал, угрожал «Подай ему, поддай! Заговоришь у меня!» «Не такие говорили!» А те разговоры перемешивались с ругательствами, проклятиями, криками. Вначале мы думали, что он бредит, говорит и кричит в беспамятстве, но на обращенные к нему вопросы отвечал разумно, рассказывал о себе. Временами что-то поднимало и бросало его на кровати, рвал повязки, мы привязывали его к кровати, но все было безуспешно. Фактически являясь трупом, он проявлял огромную физическую силу, видя его страдания, я стала молиться о нем, а однажды, стоя за занавеской, сделанной из простыни и отделявшей его от кровати другого умирающего, и, слыша проклятие, ругань и крики, незаметно перекрестила три раза. Как же он богохульствовал и кричал после этого! Уберите ее! Это про меня! Вон, вон! Она мешает мне, мучает! Уберите! Видеть же, как я окрестил его, он не мог. Меня к себе на перевязку не допускал, а если чувствовал, что иду по коридору или видел, изобретательно ругался и богохульствовал. Однажды, я дежурила по госпиталю, ночью меня вызвала испуганная молодая врач Татьяна Тимофеевна. Людмила Сергеевна, говорила она мне поспешно, подполковник в пятой палате буйствует, ничего не могу сделать, помогите! Я побежала в корпус, поднялась на этаж, из пятой палаты слышался невообразимый крик, рев и ругань. Больные в других палатах волновались, сестры и санитары стояли в коридоре. Танечка, то вбегала в палату, то вбегала. Я вошла, подполковник бился на кровати, словно в припадке эпилепсии. Бинты пропитались кровью, перевязка почти вся была сорвана, в глазах налитых крови горела нечеловеческая злоба и ненависть. Увидев, что я вошла, он всю ярость обратил на меня, крест на ней, крест, я-то знаю! и полилась ругань и богохульство. Я попов и таких, как ты, многих в расход ввел, попалась ты бы мне раньше. Таня сквозь слезы говорила, я боюсь его, Людмила Сергеевна, он весь какой-то внутренне черный, злобный. Я многих видел сумасшедших, умирающих, но такого никогда. Откуда такая злость? Чем помочь? Действительно, чем помочь? Я приказала привязать больного к кровати, предварительно сделав перевязку и ввести успокаивающее лекарство, а сама решила остаться с ним. Было страшно. Подполковник по-прежнему поносил меня и кричал на весь этаж. Я села на стул около кровати и начала молиться про себя, повторяя после каждой молитвы, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, сила и честна выжатворящего креста Твоего, спаси, сохрани и успокой раба Твоего, Григория, так звали подполковника. Прошло минут двадцать. Я из немогла, с лица от напряжения стекал пот, но страх у меня прошел. Встав, подошла к подполковнику и трижды осенила его большим крестом. В первое мгновение он по звериному закричал, при втором крестном знамении стал затихать, а при третьем замолк. Лицо приняло спокойное выражение, глаза закрылись, и он, казалось, заснул. Двадцать минут молитвы у постели человека, одержимого нечистым духом, настолько утомили меня, что в коридор я вышла полностью обессиленная, еле держась на ногах. Татьяна Тимофеевна спрашивала, что с ним? Разве я могла сказать, что темные силы овладели его душой? Дня через три подполковник умер. Мне рассказывали, что смерть была мучительной, страшной. Когда тот человек поступил в госпиталь, мы считали, что проживет он не более трех дней, но он жил почти три недели. земная жизнь, грехи его не давали возможности умереть. Санитарки говорили, нечистая сила овладела им, не отпускает, грехов много на душу взял, связался с ней, вот и мучает его. Третья смерть в госпитале также поразила меня. Умирал майор лет пятидесяти пяти, знал, что умрет. Газовая гангрена обеих ног, ампутация за ампутацией, исчерпаны все средства, но гангрена подымается все выше и выше. Дней за пять до смерти вывезли его в отдельную палату, а за два дня до смерти позвал меня. Людмила Сергеевна, помощь ваша мне нужна, давно к вам приглядываюсь, верующие вы. Я согласно кивнула головой. Не удивляйтесь, что узнал, старый, вот людей вижу. Помогите. Давным-давно в церковь ходил, а потом отошел, забылось все как-то. А Бог есть. Хочу прощения у него попросить. Умру. Заочно отпойте, а сегодня к вечеру где-нибудь святой воды и просвор, и частисту достаньте. Может быть, у вас и сейчас есть? Есть, ответила я. Пошла за своей сумочкой и достала кусочки, почти крошки, хранившиеся у меня просвора и маленький пузырек из-под лекарства, в котором всегда находилась святая вода. Это было мое сокровище, бережно хранимое и всегда бывшее со мной во время войны. Хотел бы в грехах покаяться. Но как? Расскажу вам, а вы, когда Бог пошлет священнику, расскажите от моего имени. Можно это сделать? Я не знал, можно ли, но утвердительно кивнуло головой. Еле слышно, временами замолкая от боли, он начал рассказывать. Говорил с большими перерывами, около трех часов, говорил не щадя и не выгораживая себя. Потом замолк минут на десять и сказал, все, все без утайки, рассказал вам Людмила Сергеевна. Пересказанное мучило меня. Теперь прошлое в ваших руках. Мне стало легче. Дайте. Он бережно проглотил кусочки просфоры, отпил из ложки святую воду, медленно перекрестился три раза. Слава Богу, умру по-человечески. Отпойте в церкви еще Дашу, Федю и... И потерял сознание. Через день, так и не приходя в сознание, умер. В 1946 году после демобилизации я рассказал о исповедь майора. Звали его Николаем, отцу Петру. А в 1958 году отцу Арсению. Отец Арсений выслушал, сказал, глубокая, проникновенная исповедь внутренне большого человека допримет его Господь в обителях своих. Поминайте в молитвах своих Николая, Дария и Федора. И я на проскомиде буду всегда поминать. И прочел для Николая, как для исповедника, разрешительную молитву. Вспоминая эти видимые мною три смерти совершенно различных людей, я отчетливо ощущала тогда огромное влияние силы Божией. Это укрепляло во мне веру, вселяло уверенность, давало возможность жить и понимать Господне произволение. Смерть солдата Алексея показалась беспредельной человеческой веры, показала ее силу, стремление и любовь к Богу. Открытое проявление темных сил при смерти подполковника Григория давало возможность увидеть то, о чем никогда нельзя забывать и с чем надо постоянно бороться молитвой к Богу и Матери Божией, или, говоря современным языком, быть духовно бдительным. Смерть майора Николая, человека в последний час, пришедшего к Богу, открыла так давные пути человеческие и дала возможность услышать исповедь искреннюю, не щадящую себя. И тогда я ясно поняла, что такое исповедь, полная исповедь души человеческой. Несколько грустных мыслей. В 20-е, 30-е, 40-е годы мы были молоды, полный сил, горели желанием помогать друг другу. Первые годы отец Амроси был рядом с нами, вел нас и даже находясь в ссылке руководил нами. Церковь нашу закрыли, служили по домам, община стала жить скрытно. Аресты следовали за арестами. Одних заключали в лагеря, других послали в ссылку. Кое-кто затаился и отошел. Война многих из нас разбросала в разные концы страны. Начался голод, эвакуация, переезды, мобилизация. Об отце Арсении не было никаких известий. Говорили, что он расстрелян, умер от голода в лагере. Даже в это суровое время община, а может быть и не община, а просто мы, духовные дети отца Арсения, держались вместе. Окончилась война, мы почти все собрались в Москве, встречались, пытались кое-как объединиться, заботиться друг о друге, как в былые времена, но ничего не получалось. На исходе сороковых годов мы вдруг обнаружили, что сильно сдали, постарели, стали недушевны, черствы. Слова любви друг другу, о помощи, произносились так же, как и раньше, но мы хотели, чтобы больше заботились о нас, чем мы о ком-то. Нас подменили. Былые споры, разговоры, совместное чтение святоотеческой литературы, обмен мнениями, все ушло в прошлое. Былой свет померк, духовная жизнь еле-еле теплилась. Поражу пастыря и рассеются овцы. И вдруг, в 1957 году мы узнали, что отец Арсений жив и на свободе. Первые встречи, разговоры и исповеди. Огромная, ни с чем несравнимая радость охватила нас. Мы потянулись к отцу Арсению, к родному очагу, под его кров. Но не все. Кто-то не поехал, отошел, боялся. Стало горько за человеческую неблагодарность, черствость, забывчивость. За нас же страдал отец Арсений. Приезд отца Арсения заставил многих жить по-новому, стряхнуть житейскую накипь, стать ближе к церкви. Помню слова отца Арсения. Идите в мире путями заповедей Господних, будьте милостиви друг другу, старайтесь в делах своих и помыслах быть подобными монахам, хотя и живете в бурном житейском море. И тогда милость Божия не оставит вас. Еще говорил Молитва к Пресвятой Богородице одна из главных и сильных молитв для верующего. Каждый день проверяйте поступки свои и давайте ответ в содеянном себе и Господу. Несмотря на то, что отец Арсений был с нами и возродил многих, мы все же стали другими. Молодость ушла, жизнь измотала и изломала нас. Я чувствовала, что в наших молитвах больше звучали просьбы, чем прославление Господа. А когда-то было по-другому. Однажды я спросил отца Арсения, почему так? И он немного грустно ответил мне, это в какой-то мере естественно. Слишком много тяжелого перенесли, люди пережили. Было сделано все, чтобы вытравить из человека веру, поставить в такие условия, когда необходимо думать только о том, как выжить, преодолеть созданные препятствия. Взгляните, как построены кругом жизнь. Радио, журнал, телевизор, газета, кино, театр заставляет вырабатывать стандартный образ мышления, а это ведет к тому, что человек ни минуты не может остаться со своими мыслями, почувствовать Бога. Сам темп современной жизни ускоренный, стандартный и все время напряженный заставляет думать односторонне, в желательном кому-то направлении. Наедине с собой человек не хочет побыть. Ему говорят и учат тому, что задано, предначертано. Массы людей собраны и в то же время разъединены борьбой за существование. Это отразилось даже на верующих, подвело под общий стандартный уровень, сделало равнодушными. Стандартность мышления мешает человеку стать верующим, а верующим сохранить веру. Но помните, Церковь Божия и в этих условиях будет жить вечно. Сохраняйте веру свою, молитесь больше, читайте Священное Писание, и Господь сохранит вас, не даст потерять ясность мысли, не даст думать, как безликая масса равнодушных, холодных людей. Русский паломник 1913 год номер 29 Пророки Божии Он пылал огнем неугасимой ревности о Боге, этот великий избранный человек. Когда он родился, отец его видел в видении, что с его сыном беседуют благообразные мужи, повивая огнем его пелены и влагая в уста его пламень. Когда умножились беззакония в царстве израильском, пророк Илья именем Божиим объявил нечестивому Ахаву, что Господь на три года и шесть месяцев заключает небо, и не пало за это время на землю ни одной капли дождя и росы. Он чудесно приумножил вдовицу в Сарепте Сидонской ее горсть муки и остаток Елея, воскресил ее сына отрока, молитву и низвел с неба огонь бессмертными слова, ревнуя по ревновах о Господи Боге Вседержители, яко оставиша завет твой сынове Израилевы и алтари твои раскопаша и пророки твоя избиша оружием и остахся аз един и ищу души моей я изъяти. На горе Хариве после буря землетрясения и пламени Господь явил себя Ильи во гласе хлада тонко. Живым Господь вознес Илью на небо. Грустный, отрешенный от мира, с неодолимой тоской по правде, со скорбью о нарушении на земле заповедей Господних, стоит перед нами образ Ильи, этого во плоти ангела, пророков основания, второго предтечи пришествия Христова. И сколько встречается в жизни людей, черты характера которых напоминают черты великого Ильи. Разве не случалось вам встречать таких людей, которые совершенно не знали, что такое не только какая-нибудь сделка с совестью, какие допускает себе большинство людей, но не знали даже внутри себя позово малейшего отклонения от прямого пути. В общежитии эти люди часто неудачники, потому что мы все привыкли к такой условности и неискренности отношений, что к какому-то внезапному удару грома, к какому-то не вовремя налетевшему порыву ветра, треплющему и пылящему дорогие легкие наряды и сложные затейливые прически, похоже иногда слово правды. Представьте вы себе, что в какой-нибудь почетной компании принимается всевозможными знаками уважения человека, который всякими нечистыми путями составил себе большое состояние и через это состояние приобрел видное положение в обществе. И вот этого почетного посетителя ознакомят с каким-нибудь человеком, далеко уступающим ему в общественном положении, но независимым, прямым, имеющим в себе нечто от дара пророческого. И этот правдивый человек, отдергивая свою руку от протянутой ему руки почетного богача, говорит, нет, уже руки вам не пожму. Боюсь, что пристанет кровь, которой так много на ваших руках. Представьте себе всеобщее смятение и гнев богача, который уже давно быть может сумел заглушить в себе голос совести. Но пророки нужны, они нужны как предостерегающий голос Божий, как то слово высшей правды, которое силой молнии во тьме ночи, с нестерпимой яркостью озаряет какую-нибудь часть местности, какой-нибудь дом или дерево. Пусть пророков не слушают, пусть их иногда избивают каменьями, пусть и в христианских странах они гибнут за свою правду, дело не в этом. Послушают ли пророка дело в том, что при преумножении беззаконий, как небесный гром прозвучал обличительный голос. Великий учитель вселенной, святитель Иоанн Златоуст, обличавший пороки современного ему царьграда, погрязшего в роскоши, в себелюбии, в разных пороках и подкопах одного сильного человека под другого. Иоанн Златоуст был изгнан из царьграда и скончался в дальней стране в изнурительной лихорадке, подгоняемой жестокими приставленными к нему воинами, из последних сил бредя в дальнюю ссылку. Но это гибель Иоанна Златоуста, и это произнесение им в нужную минуту нужного слова составляет величайшую его славу. Так и в нашей повседневной жизни нужны местные, так сказать, маленькие пророки, которые напоминали бы нам о неизменной Божьей правде и произносили свои приговоры о повседневных наших делах. И пока люди не испорчены, они чтут таких людей и принимают с уважением их слова во всяком обществе, начиная от класса школы, где есть какой-нибудь правдивый человек среди детей, еще ребенок, который имеет несомненное влияние на своих товарищей, направляя их в хорошую сторону. В широком смысле пророками могут быть названы не только пророки библейского склада, жившие уединенную самоотверженной жизнью, от неправ людских уходивших в пустыне и там питаемые от Божьей руки через воронов. Пророками далее могут назваться еще и те многочисленные праведники всех времен, что оскорбляемые мирской неправдой уходили из мира, скрывались в пустыне, углублялись подземные пещеры, ища там того внутреннего света, какое зажигаясь от Отца источника света, озаряет внутренний мир подвижника. Эти люди тоже были пророками, и как те библейские пророки тоже предсказывали людям горе и радости и идущий на них гнев Божий. Пророками можно назвать и всех тех людей, которые с какой-то огненной силой чувствуют и лучезарную правду, какую принес на землю Бог, и заповедовал ее искупленным людям, и те страшные нарушения правды, которые происходят между людьми. Есть люди грешные по жизни и делам своим, платящие более чем средние обычные люди дань столь могучему и цепкому, разлитому в мире злу, но эти люди силой не меньше, чем сами великие праведники, жаждут добра, понимают его, и хотели бы подвести к нему людей. Это те великие художники слова, кисти, резца, звука и пера, в душе которых, несмотря на всю их внешнюю греховность, живут образы величайшей красоты, мучащие их муками рождения, требуя выявления себя наружу и воссоздания в прекрасных образах. Эти люди создают внутренние работы свои образы честных, благородных людей, рисуя те страшные страдания, которые происходят в мире от измены величайшей, данной Христом заповеди взаимной любви, порождает в нас отвращение козлу и страстное желание добра, приучает нас горючей жалости над всеми, которые в мире несчастны и гонимы, дают в своих произведениях душе ряд воспитывающих и прекрасных впечатлений. Или наш Достоевский, который так умел войти вглубь всякой души, показать нам тончайшие движение во внутреннем мире всякого своего героя и довести зрителей до таких великих сознаний, как, например, сознание того, что все перед всеми виноваты, усилить нас до низких душевных поклонов перед Софьей Мармеладовой, которая при ужасе и внешнем грехе своей жизни таит в себе черты высокой духовности и драгоценного самоотвержения. Да, все простить может тот, кто все понял, а все понимает тот, кто все любит. Наш Пушкин в изумительно ярком образе описывает поведению библейскому, как Господь дает пророку его всеведение. буху духовной жаждаю томим, в пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый серафим на перепутье мне явился. Перстами легкими, как сон, моих синиц коснулся он, отверзлись вещие зеницы, как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон, и внял я небо содроганье, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябанье, и он к устам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и прознословный, и лукавый, и жало мудрые змеи, уста замершие, мои вложил десницею кровавой, и он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую подвинул, как труп в пустыне я лежал, и бога глаз ко мне возвал. Восстань, пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею маэрии, и обходя моря и земли, глаголом жди сердца людей. Надо заметить, что в Библии, один из эпизодов, который послужил Пушкин основой для этих стихов, слово пророк понимается не совсем так, как принято понимать сейчас его. Для нас пророк это прежде всего предсказатель будущего, а в первоначальном понимании пророк это человек знающий истину, истину о мире и о людях, и прорекающий, возвещающий эту истину людям. А уж отсюда из знания истины вытекает и дар предсказания. Пушкинский пророк это именно тот, кто познал истину о мире, и вот именно этим своим знанием призван жечь сердца. Что же познал этот человек? В стихах не говорится, что он, скажем, заглянул в человеческие души, узнал, кто хорош, кто плох и так далее. Нет, он внял содроганье неба, полет ангелов, он проник в глубины морские, он услышал, как прозябает, то есть прорастает трава, он услышал все мироздание, ощутил его смысл. И вот узнав все это, вдохновленный призывом восстань пророк, он может сжечь сердца людей истинной о мире и о них самих. Потому что человека Пушкин ощущал как часть мироздания. Человек по Пушкину живет по тем же законам, что и мир в целом. И пророк, проникший в смысл мироздания, тем самым получает и дар постижения человеческой души. Поэт пророк у Пушкина есть рупор, орган, через который весь мир говорит с человеком. Это понял, кстати, сказать, Тютчев, который написал о Пушкине «Ты был богов орган живой». Тут все поразительно и все так психологически проникновенно и верно. Это образ человека, которого сжигает духовная жажда и которого вдруг возрождает Господь и посылает на дело своей проповеди. Да, сам Господь дает пророку эти отверстия зеницы, этот тончайший слух, который различает деяния сердец человеческих, улавливая шепот смущенной совести, улавливая всякий шорох в жизни вселенной. И вместо трепетно смущающегося робкого сердца человеческого Господь подает человеку уголь, пылающий огнем, непрестанно пылающий ревностью божественную и горячим желанием, чтобы весь мир был осиян Божией славою. И вместо колеблющегося, так часто немогущего выразить мысль слова человеческого, дает Господь людям язык, поражающий сердца людские, как острая жало змеиное. И когда после этого духовного перерождения раздается призывный глаз Божий, тогда люди и выходят по этому глазу на дело проповеди. Откуда берется не у тех нам недоступных и так мало понятных великих пророков, а у людей, которые теперь в наши дни или в ближайшие к нам дни имели этот дар сжечь сердца людей, откуда берется у них эта способность? От Бога. Богом созданное и Богочувствующее сердце человеческое загорается только тогда, когда прикасается к нему божественная искра. И поэтому только тот может от себя сжечь человеческое сердце, в ком горит эта искра. И она горела и будет гореть в тех людях, которым Господь дал божественный дар утешения и просветления людей чудными образами пера, риса, кисти и звука. И дай Бог нам внимать этому голосу мирских пророков. И дай Бог нам распознавать жизни тех малозаметных пророков, которые однако существуют, и которых мы увидим, как только внимательнее оглянемся вокруг себя. Лев Толстой «Чем люди живы? Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти». 1 Иоанна 3 14 «А кто имеет достаток в мире, навидя брата своего в нужде, затворяет от него свое сердце, как пребывает в том любовь Божия?» 3 17 «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной. Любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге. «И Бог в нем». Кто говорит, «Я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо нелюбящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Жил сапожник с женой и детьми у мужика на квартире. Ни дома своего, ни земли у него не было, и кормился он с семьей сапожной работой. Хлеб был дорогой, а работа дешевая, и что за работой, то и проезд. Была у сапожника одна шуба с женою, да и та износилась в лохмотье. И второй год собирался сапожник купить овчин на новую шубу. К осени собрались у сапожника деньжонки, три рубля бумажка лежала у бабы в сундуке, а еще пять рублей двадцать копеек были за мужиками в селе. И собрался с утра сапожник в село за шубой, надел нанковой бабе куртушку на вате, на рубаху, сверху хафтан суконный, взял бумажку трехрублевую в карман, выломал палку и пошел после завтрака. Думал, получу пять рублей с мужиков, приложу своих три, куплю овчин на шубу. Пришел сапожник в село, зашел к одному мужику, дома нет. Обещала баба на неделе прислать мужа с деньгами, а денег не дала. Зашел к другому, забожился мужик, что нет денег, только двадцать копеек отдал за починку сапог. Думал, сапожник в долг взять овчин, в долг не поверил овчинник. Денежки, говорит, принеси, тогда выбирай любые, а то знаем мы, как долги выбирать. Так и не сделал сапожник никакого дела, только получил двадцать копеек за починку, да взял у мужика старые валенки кожей обшить. Потужил сапожник, выпил на все двадцать копеек водки и пошел домой без шубы. С утра сапожнику морозно показалось, а выпивший тепло было и без шубы. Идет сапожник дорогой, одной рукой палочкой померзлым калмышком постукивает, а другой рукой сапогами валенами помахивает, сам с собой разговаривает. Я, говорит, и без шубы тепел, выпил шкалик, оно во всех жилках играет, и тулупа не надо. Иду, забывший горе. Вот какой я человек, мне что, я без шубы проживу, мне ее и век не надо. Одно баба заскучает, да и обидно, ты на него работай, а он тебя водит. Постой же ты теперь, не принесешь денежки, я с тебя шапку сниму, ей-богу, сниму. А что же это, по-двугринному отдает, ну что на двугривины ты сделаешь-то, выпить одно? Говорит, нужда, тебе нужда, а мне не нужда, у тебя и дом, и скотина, и все, а я весь тут, у тебя свой хлеб, а я на покупном. Откуда хочешь, а три рубля в неделю на один хлеб подавай. Приду домой, а хлеб дошел, опять полтора рубля выложь, так ты мне отдай мое. Подходит так сапожник к часовне у повертка, глядит, за самой, за часовней что-то белеется, стало уж смеркаться. Приглядывается сапожник, а не может рассмотреть, что такое, камня, думаю, здесь такого не было, скотина, на скотину не похоже, с головы похоже на человека, да белое что-то, да и человеку зачем тут быть? Подошел ближе, совсем видно стало, что за чудо, точно, человек живой или мертвый, голышом сидит, прислонен к часовне и не шевелится. Страшно стало сапожнику, думает себе, убили какие-нибудь человека, раздели, да и бросили тут, подойди только, и не разделаешься потом. И пошел сапожник мимо, зашел за часовню, не видать стало человека, прошел часовню, оглянулся, видит, человек отслонился, от часовни шевелится, как будто приглядывается. Еще больше заробел сапожник, думает себе, подойти или мимо пройти? Подойти? Как бы худо не было, кто его знает, какой он? Не за добрые дела попал сюда. Подойдешь, а он вскочит, да и задушит, и не уйдешь от него. А не задушит, так поди, вожжайся с ним. Что с ним с голым делать? Не с себя же снять, последнее отдать, пронеси только, бог. И прибавил сапожник к шагу. Стал уже проходить часовню-то. Да зазрела его совесть. И остановился сапожник на дороге. Ты что же это говорит на себя, Семен, делаешь? Человек в беде помирает, а ты заробел. Мимо идешь, а ледюжа разбогател. Боишься, ограбят богатство твое? Ай, Сема, неладно. Повернулся Семен и пошел к человеку. Подходит Семен к человеку, разглядывает и выявит. Человек молодой, в силе, не видать на теле побоев, только видно, измерз человек и напуган. Сидит, прислонясь и не глядит на Семена, будто слаб, глаз поднять не может. Подошел Семен в плоть, и вдруг, как будто очнулся человек, повернул голову, открыл глаза и взглянул на Семена. И с этого взгляда полюбился человек Семену. Бросил он на землю в валенке, распоясался, положил под пояску на валенке, скинул кафтан. Будет, говорит, толковать-то. Одевай, что ли, ну-ка. Взял Семен человека под локоть, стал поднимать. Поднялся человек. И видит Семен, тело тонкое, чистое, руки, ноги не ломаные и лицо умильное. Накинул ему Семен кафтан на плечи не попадет в рукава. Заправил ему Семен руки, натянул, запахнул кафтан и подтянул под пояскою. Снял, будто было Семен карту с рваной. Хотел на голову надеть, да холодно голове стало, думает, у меня лысина во всю голову, а у него виски курчавые, длинные. Надел опять. Лучше сапоги ему обую. Посадил его и сапоги валеные обул ему. Одел его сапожник и говорит, так-то, брат, ну-ка, разминайся, да согревайся, а эти дела все без нас разберут. Идти можешь? Стоит человек умильный глядит на Семена, а выговорить ничего не может. Что же не говоришь? Не зимовать же тут. Надо к жилью. Ну-ка, на вот дубинку мою, обопрись, Коля ослаб. Раскачивайся-ка. И пошел человек. И пошел легко, не отстает. Идут они дорога и говорит Семен, чей, значит, будешь? Я не здешний. Здешних-то я знаю. Попал-то, значит, как сюда, по часовню? Нельзя мне сказать. Должно, люди обидели. Никто меня не обидел, меня Бог наказал. Известно, все Бог, да все же куда-нибудь-то прибиваться надо. Коля надо-то тебе. Мне все равно. Подивился Семен. Не похож на озорника. И на речах мягок они сказывают про себя. И думает Семен, мало ли какие дела бывают. И говорит человеку, что ж, так пойдем ко мне в дом, хоть отойдешь маломальски. Идет Семен, не отстает от него странник. Рядом идет. Поднялся ветер, прохватывает Семена под рубаху и стал с него сходить хмель. И прозябать стал. Идет он, носом посапывает. Запахивает на себе куртушку бабью, думает, отей шуба. Пошел за шубой, я без кафтана приду, да еще и голову с собой приведу. Не похвалит Матрена. И как подумает об Матрене, скучно станет Семену. И как поглядит на странника, вспомнит, как он взглянул на него за часовней. Так взыграет в нем сердце. Убралась Семена жена рано. Дров нарубила, воды принесла, ребят накормила, сама закусила и задумалась. Задумалась, когда хлебы ставить, нынче или завтра? Краюшка большая осталась. Если думает, Семен там пообедает, да много за ужином не съест, на завтра хватит хлеба. Повертела, повертела, Матрена краюху думает, не стану нынче хлебов ставить. Муки и то всего на одни хлебы осталось. Еще до пятницы протянем. Убрала Матрена хлеб и села у стола за плату на мужину рубаху нашить. Шьет и думает Матрена про мужа, как он будет овчины на шубу покупать. Не обманул бы его овчинник, а то просто уж очень мой-то. Сам никого не обманет, а его малое дитя проведет. Восемь рублей деньги немалые. Можно хорошую шубу собрать. Хоть не дубленая, а все шуба. Прошлую зиму как бились без шубы. Не на речку выйти, никуда. А то вот пошел со двора, все на себя надел, мне и одеть нечего. Не рано пошел, пора бы ему. Уж не загулял лесоколик-то мой. Только подумала, Матрена, заскрепели ступеньки на крысе, кто-то вошел. Воткнула Матрена иголку, вышла в сене. Видит, вошли двое. Семен и с ним мужик какой-то, без шапки и в валенках. Сразу почуяла Матрена дух винный от мужа. Ну, думает, так и есть. Загулял. Да как увидела, что он без кафтана, в куртушке в одной и не несет ничего, а молчит, ужимается. Оборвалось у Матрены сердце. Пропил, думает, деньги. Загулял с каким-нибудь непутевым, да и его еще с собой привел. Пропустила их Матрена в избу, сама вошла, видит, человек чужой, молодой, худощавый, кафтан на нем ихний. Рубахи не видать по кафтанам, шапки нет. Как вошел, так встал, и не шевелится, и глаз не поднимает. И думает Матрена, не добрый человек, боится. Насупилась Матрена, отошла к печи и глядит, что от них будет. Снял Семен шапку, сел на лавку, как добрый. Что же, говорит Матрена, собери ужинать, что ли? Пробурщало что-то себе под нос Матрена. Как стало, у печи не шевельнется, то на одного, то на другого посмотрит и только головой покачивает. Видит Семен, что баба не в себе, да делать нечего, как будто не примечает, берет за руку странника. Садись, говорит брат, ужинать станем. Сел странник на лавку. Что же, Аля не варила, взяло зло Матрену. Варила, да не про себя, ты ум, я вижу, пропил, пошел за шубой, а без кофтана пришел, да еще какого-то бродягу голову с собой привел. Нет у меня права с пьяниц ужина. Будет, Матрена, что бессолку-то языком стрекотать, ты спроси прежде, какой человек? Ты, скажи, куда деньги девал? Полез Семен в кофтан, вынул бумажку, развернул. Деньги вот они, а Трифонов не отдал, завтра посулился. Еще пуще взяла зло Матрену с шубы, не купил, а последний кофтан на какого-то голого надел, да к себе привел. Схватила со стола бумажку, понесла прятать, сама говорит, нет у меня ужина, всех пьяниц голых не накормишь. Эх, Матрена, подержи язык-то, прежде послушай, что говорят. Наслушаешься ума от пьяного дурака, не даром не хотела за тебя пьяницу замуж идти. Матушка мне холсты отдала, ты пропил, пошел шубу купить, пропил. Хочет Семен растолковать жене, что пропил он только двадцать копеек. Хочет сказать, где он человека нашел, не дает ему Матрена слово ставить. Откуда что берется, по два слова вдруг говорит, что десять лет тому назад было, и то все помянуло. Говорила, говорила, Матрена, подскочила к Семену, схватила его за рукав. Давай, поддевку-то мою, а то одна осталась и тут с меня снял, да на себя напер. Давай сюда, конопатый пес, пострел тебя расшиби. Стала снимать с себя Семен куцовейку, рукав вывернул, дернула баба, затрещала в швах куцовейка. Схватила Матрена поддевку, на голову накинула и взялась за дверь. Хотела уйти, да остановилась, и сердце в ней расходилось. Хочется ей зло сорвать и узнать хочется, какой такой человек. Остановилась Матрена и говорит, как бы добрый человек, так голый бы не был, а то на нем рубахи-то нет. Как бы за добрыми делами пошел, ты бы сказал, откуда привел щеголя такого. Да я сказываю тебе, иду, у часовни сидит этот раздемши, застыл совсем. Не лето ведь на гишом-то. Нанес меня на него бог, а то бы пропасть. Ну как быть, мало ли какие дела бывают. Взял, одел и привел сюда. Утиши ты свое сердце, это грех, Матрена, помирать будем. Хотела Матрена изругаться, да поглядела на странника и замолчала. Сидит странник, не шевельнется, как сел на краю лавки. Руки сложены на колени, голова на грудь опущена, глаз не раскрывает и все морщится, как будто душит его, что. Замолчала Матрена, Семен и говорит, Матрена, а ли в тебе Бога нет? Услыхала это слово Матрена, взглянула еще на странника и вдруг сошло в ней сердце. Отошла она от двери, подошла к печному углу, достала ужинать. Поставила чашку на стол, налила квасу, выложила краюшку последнюю, подала нож и ложки. Хлебаете, что ли, говорит? Подвинул Семен странника. Пролезай, говорит, молодец. Нарезал Семен хлеба, накрошил и стали ужинать. А Матрена села об угол стола, подперлась рукой и глядит на странника. И жалко стало Матрени странника и полюбила она его. И вдруг повеселел странник, перестал морситься, поднял глаза на Матрену и улыбнулся. Поужинали. Убрала баба и стала спрашивать странника. Да ты чей будешь? Не здешний я. Да как же ты на дорогу-то попал? Нельзя мне сказывать. Кто ж тебя обобрал? Меня Бог наказал. Так голый и лежал, так и лежал ногой, замерзал. Увидал меня Семен, пожалел, снял с себя кафтан, на меня надел и велел сюда прийти. А здесь ты меня накормила, напоила, пожалела. Спасет вас Господь. Встала Матрена, взяла с окна рубаху старую Семенову, ту самую, что платила. Подала страннику, нашла еще портки, подала. На, вот я вижу, у тебя и рубахи-то нет. Оденься, доложись, где полюбится, на хоры, али, напечь. Снял странник кафтан, надел рубаху и портки и лег на хоры. Потушила Матрена свет, взяла кафтан и полезла к мужу. Прикрылась Матрена концом кафтана, лежит и не спит. Все странник есть смысле не идет. Как вспомнит, что он последнюю краюшку доел и на завтра нет хлеба, как вспомнит, что рубаху и портки отдала, так скучно ей станет. А вспомнит, как он улыбнулся Долго не спала Матрена и слышит, Семен тоже не спит, кафтан на себя тащит. Семен, а хлеб-то последний поели, а я не оставила. На завтра не знаю, как быть, нечто у кумы мала не попрошу. Живы будем, сыты будем. Полежала баба, помолчала. А человек видно хороший, только что же он не сказывает про себя. Должно нельзя. Сем, а мы-то даем, да что же нам никто не дает. Не знал Семен что сказать, говорит, будет толковать-то. Повернулся и заснул. Наутро проснулся Семен, дети спят, жена пошла к соседям хлеба занимать. Один вчерашний странник в старых портках и рубахе на лавке сидит и вверх смотрит, и лицо у него против вчерашнего светлее. И говорит Семен, чего ж милая голова, брюхо хлеба просит, а голое тело одежи. кормиться надо, что работать умеешь? Я ничего не умею. Подивился Семен и говорит, была бы охота, всему люди учатся. Люди работают и я работать буду. Тебя как звать? Михаил. Но Михаила сказать про себя не хочешь, твое дело, а кормиться надо. Работать будешь, что прикажу, кормить буду. Спаси тебя, Господь, а я учиться буду, покажи, что делать. Взял Семен пряжу, надел на пальцы и стал делать конец. Дело не хитрое, гляди. Посмотрел Михаила, надел даже на пальцы, тотчас перенял, сделал конец. Показал ему Семен как наваривать. Так же сразу понял Михаила. Показал хозяина как всучить щетинку и как точать. И тоже сразу понял Михаила. Какую не покажет ему работу Семен, все сразу поймет. И с третьего дня стал работать как будто век шил. Работает без разгиба, ест мало. Перемежится работа, молчит и все вверх глядит. На улицу не ходит, не говорит лишнего, не шутит, не смеется. Только и видели раз, как он улыбнулся в первый вечер, когда ему баба ужинать собрала. День ко дню, неделя к неделе вскружился год. Живет Михаила, по-прежнему у Семена работает. И прошла про Семенова работника слава, что никто так чисто и крепко сапог не сошьет, как Семенов работник Михаила. И стали из-за круги к Семену за сапогами ездить, и стал у Семена достаток прибавляться. Сидят раз по зиме Семен с Михаил работают, подъезжает к избе тройкой с колокольцами возок. Поглядели в окно, остановился возок против избы. Соскочил молодец саблучка, отворил дверцу. Вылезает из воска в шубе барин. Вышел из воска, пошел к Семенову дому, зашел на крыльцо. Выскочил Аматрена, распахнула дверь настежь. Нагнулся барин, вошел в избу, выпрыгнулся, чуть головой до потолка не достал, весь угол захватил. Встал Семен, поклонился и дивуется на барина. И не видывал он людей таких. Сам Семен поджар и Михаила худощавый, а Аматрена и вовсе как щепка сухая. А этот как с другого света человек, морда красная налетая, шея как у быка, весь как из щегуна вылет. Отдулся барин, снял шубу, сел на лавку и говорит, кто хозяин сапожник? Вышел Семен, говорит, я ваше степенство. Крикнул барина своего малого, эй, Федька, подай сюда товар. Вбежал малый, внес узелок, взял барин узел, положил на стол. Развяжи, говорит, развязал малый. Ткнул барин пальцем товар сапожник, говорит Семену, ну, слушай же ты, сапожник, видишь товар? Вижу, говорит, ваше благородие. Да ты понимаешь ли, какой это товар? Пощупал Семен товар, говорит, товар хороший, то-то хороший, ты, дурак, еще не видал товару такого. Товар немецкий, двадцать рублей плачен. Зарабел Семен, говорит, где же нам видать? Ну, то-то. Можешь ты из этого товара на мои ноги сапоги сшить? Можно, ваше степенство? Закричал на него барин. То-то можно. Ты понимай, ты на кого шьешь, из какого товара? Такие сапоги мне шай, чтобы год носились, не кривились, не поролись. Можешь берись, режь товар, а не можешь и не берись, и не режь товару. Я тебе наберет, говорю, распориться, скриваться сапоги раньше году. Я тебя во строк засажу. Не скриваться, не распориться до года. Я за работу десять рублей отдам. Зарабел Семен и не знает, что сказать. Оглянулся на Михайлу. Толканул его локтем и шепчет. Брать, что ли? Кивнул головой Михайла. Бери, мол, работу. Послушался Семен Михайлу. Взялся такие сапоги сшить, чтобы год не кривились, не поролись. Крикнул барин малого. Велел снять сапог, с левой ноги вытянул ногу. Снимай мерку. Сшил Семен бумажку в десять вершков, загладил, встал на коленке, руку об кафтан обтер хорошенько, чтобы барский чулок не попачкать и стал мерить. Обмерил Семен подошву, обмерил в подъеме, стал икру мерить. Не сошлась бумажка. Ножище в икре, как бревно толстое. Смотри, в голенище не обузь. Стал Семен еще бумажку нашивать. Сидит барин, пошевеливает перстами в чулке, народ в избе оглядывает, увидал Михаилу. Это кто же говорит у тебя? А это самый мой мастер, он и шить будет. Смотри же, говорит барин на Михаилу, помни, так шеи, чтобы год проносились. А оглянулся и Семен на Михаилу видит, Михаила на барина и не глядит, а уставился в угол за барином, точно выглядывается в кого. Глядел, глядел Михаила и вдруг улыбнулся и просветлел весь. Ты что, дурак, зубы скалишь? Ты лучше смотри, чтобы к сроку готовы были. И говорит Михаила, как раз поспеют когда надо. То-то. Надел барин сапог, шубу, запахнулся и пошел в двери. Да забыл нагнуться, стукнулся в притолок у головы. Разругался барин, потер себе голову, сел в возок и уехал. Отъехал барин Семен и говорит, ну уж кремняст, этого долбней не убьешь. Косяк головой высадил, а ему горя мало. А Матрена говорит, житья такого, каким гладким то не быть, это кого заклепа и смерть не возьмет. И говорит Семен Михаиле, взять-то взяли работу, да как бы нам беды не нажить. Товар дорогой, а барин сердитый. Как бы не ошибиться, ну-ка ты у тебя и глаза повострее, да и в руках то больше моего сноровки стало. На комерку, крои товар, а я головки дошивать буду. Не ослушался Михаила, взял товар барский, разослал на столе, сложил вдвое, взял нож и начал кроить. Подошла Матрена, глядит, как Михаила кроет. И дивится, что такое Михаила делает. Привыкла уж и Матрена к сапожному делу, глядит и видит, что Михаила не по сапожному товар кроет, а на круглую вырезает. Хотела сказать, Матрена, додумает себе, должно не поняла я, как сапоги барину шить. Должно Михаила лучше знать, не стану мешаться. Скроил Михаила пару, взял конец и стал сшивать не по сапожному в два конца, а одним концом, как босоловики шьют. Поделилась и на это Матрена, да тоже мешаться не стала, а Михаила все шьет. Стали полудновать, поднялся Семен, смотрит, у Михаила из барского товару босовики сшиты. Ахнул Семен, как это думает Михаила, целый год жил, не ошибался ни в чем, а теперь беду такую наделал. Барин сапоги вытяжные на ранту заказывал, а он босовики шил без подошвы, товар испортил. Как я теперь разделаюсь с барином, товару такого не найдешь? И говорит он Михаиле, ты что же, ты, говорит, милая голова наделал, зарезал ты меня, ведь барин сапоги заказывал, а ты что сшил? Только начал он выговаривать Михаиле, грох в кольцо у двери, стучится кто-то. Глянули в окно, верхом кто-то приехал, лошадь привязывает. Отперли, входит тот самый малый от барина. Здорово! Здорово, чего надо? Да вот барин, прислала бариня об сапогах. Что в сапогах? Да что в сапогах-то? Сапог не нужно барину, приказал долго жить барин. Что ты? От вас до дому не доехал в воске и помер. Подъехала по восках к дому, вышли высаживать, а он как куль завалился, уши закоченел, мертвый лежит. Насилу из воска выпростали. Бариня прислала, говорит, скажи ты сапожнику, что был, мол, у вас барин-то, сапоги заказывал, товар оставил, так скажи, сапог не нужно, а что босовики на мертвого поскорее из товара взял Михаила со стола обрезки товара, свернул трубкой, взял босовики готовые, щелкнул друг об друга, обтер фартуком и подал малому, взял малые босовики, прощайте хозяева, час добрый. Прошел еще год и два, и живет Михаила уже шестой год у Семена. Живет по-прежнему, никуда не ходит, лишнего не говорит, и во все время только два раза улыбнулся, один раз, когда баба ему ужин собрала, а другой раз на барина. Не нарадуется Семен на своего работника и не спрашивает его больше, откуда он, только одного боится, чтобы не ушел от него Михаила. Сидят раз дома, хозяйка в печь чугуны ставит, а ребята по лавкам бегают в окна, глядят. Семен точает у одного окна, а Михаила у другого каблук набивает. Подбежал мальчик по лавке к Михаилу, оперся ему на плечо и глядит в окно. Дядь Михаила, глянь-ка, купщиха с девчонками никак к нам идет, а девочка одна хромая. Только сказал это мальчик, Михаила бросил работу, повернулся к окну, глядит на улицу. И удивился Семен, то никогда не глядит на улицу Михаила, а теперь припал к окну, глядит на что-то. Поглядел и Семен в окно. Видит вправду идет женщина к его двору, одета чисто, ведет за ручки двух девочек в шубках, в платочках в ковровых. Девочки одна в одну, разузнать нельзя, только у одной левая ножка попорчена, идет, припадает. Взошла женщина на крыльцо в сене, ощупала дверь, потянула за скобу, отворила. Пропустила вперед себя двух девочек и вошла в избу. Здорово, хозяева, просим милости, что надо? Села женщина к столу, прижались ей девочки в колени, людей чудятся. Да вот девочкам на весну кожаные башмачки сшить. Что же, можно? Не шивали мы маленьких таких, да все можно. Можно рантовые, можно воротные на холсте. Вот Михаила у меня мастер. А оглянулся Семен на Михаилу и видит. Михаила работу бросил, сидит, глаз не сводит с девочек. И подивился Семен на Михаилу. Правда, хороши, думают девочки, черноглазенькие, пухленькие, румяненькие, и шутки, платочки на них хорошие. А все не поймет Семен, что он так приглядывается на них, точно знакомые они ему. Подивился Семен и стал женщины толковать рядиться. Порядился, сложил мерку, подняла себе женщина на колени хроменькую и говорит, вот с этой две мерки сними. На кривенькую ножку один башмачок с шеей, а на пряменькую три. У них ножки одинаковые, одна в одну, двойни они. Снял Семен мерку и говорит на хроменькую, с чего же это с ней стало, с девочкой такая хорошая, с роду что ли? Нет, мать задавила. Вступила с матрёна, хочется ей узнать, чья такая женщина и чьи дети и говорит, а ты разве им не мать будешь? Я не мать им и не родня, хозяюшка, чужие вовсе приёмыши. Не свои дети, а как жалеешь их? Как мне их не жалеть? Я их своей грудью выкормила. Своё было детище, да Бог прибрал. Его так не жалело, как их жалею. Да чьи же они? Разговорилась с женщиной и стала рассказывать. Годов шесть, говорит, тому дело было. В одну неделю обмерли сиротки эти. Отца во вторник похоронили, а мать в пятницу померла. Остались обморушки эти от отца трёх деньков, а мать и дня не прожила. Я в эту пору с мужем в крестьянстве жила. Соседи были двор обвор жили. Отец их мужик одинокий был, в роще работал. Да уронили дерево как-то на него, его поперёк прихватило, всё нутро выдавило. Только довезли, он и отдал Богу душу. А баба его в ту же неделю и роди двойню вот этих девочек. Бедность, одиночество, одна баба была, ни старухи, ни девчонки. Одна родила, одна и померла. Пошла я на утро проведать соседку, прихожу в избу, а она сердечная уши застыла. Да как помирала, завалилась на девочку. Вот эту задавила, ножку вывернула. Собрался народ, обмыли, опрятали, гроб сделали, похоронили. Всё добрые люди. Остались девчонки одни, куда их деть. А я изба под нас ребёнком была, первенького мальчика восьмую неделю кормила. Взяла я их до времени к себе. Собрались мужики, думали, думали, куда их дети говорят мне. Ты, Марья, подержи пока мы с девчонок у себя, а мы дай срок их обдумаем. А я разок покормила грудью пряменькую, а эту раздавню и кормить не стала, не чаяла ей живой быть. Да думаю себе, за что ангельская душка млеет. Жалко стало и ту, стала кормить, да так-то одного, своего, да этих двух, троих грудью и выкормила. Молода была, сила была, да и пища хорошая. И молока столько Бог дал в грудях было, что зальются бывало. Двоих кормлю бывало, а третья ждет. Отвалится одна, третью возьму. Да так-то Бог привел, что этих выкормила, а своего по второму годочку схоронила. И больше Бог и детей не дал, а достаток прибавляться стал. Вот теперь живем здесь, на мельнице у купца, жалование большое, жизнь хорошая, а детей нет. И как бы мне жить одной, как бы не девчонки эти? Как же мне их не любить? Только у меня и воску в свечке, что они. Прижала к себе женщина одной рукой девочку хроменькую, а другой рукой стала со щек слезы стирать. И вздохнула матреной и говорит, видно, пословица не мимо молвится, без отца матери проживут, а без Бога не проживут. Поговорили они так промеж себя, поднялась женщина идти, проводили ее хозяева, оглянулись на Михайлу, а он сидит, сложивший руки на коленях, глядит вверх, улыбается. Подошел к нему Семен, что говорит ты Михайла? Встал Михайла с лавки, положил работу, снял фарту, поклонился хозяину с хозяйкой и говорит простите хозяева, меня Бог простил, простите и вы. И видит хозяева, что от Михайла свет идет, и встал Семен, поклонился Михаиле и сказал ему, вижу я Михайла, что ты непростой человек, и не могу я тебя держать, и не могу я тебя спрашивать, скажи мне только одно, а чего когда я нашел тебя и привел в дом, ты был пасмурен, и когда баба подала тебе ужин, ты улыбнулся на нее, и с тех пор стал светлее, потом когда барин заказал сапоги, ты улыбнулся в другой раз, и с тех пор стал еще светлее, и теперь когда женщина приводила девочек, ты улыбнулся в третий раз, и весь просветлел, скажи мне Михайла, а чего такой свет от тебя, от чего ты улыбнулся три раза, и сказал Михайла, от того свет от меня, что я был наказан, а теперь Бог простил меня, а улыбнулся я три раза от того, что мне надо было узнать три слова Божие, и я узнал слова Божие, одно слово я узнал, когда твоя жена пожалела меня, от того я в первый раз улыбнулся, другое слово я узнал, когда багаж заказывал сапоги, и я в другой раз улыбнулся, и теперь когда я увидал девочек, я узнал последнее, третье слово, и я улыбнулся в третий раз, и сказал Семен, скажи мне Михайла, за что Бог наказал тебя, и какие те слова Бога, чтобы мне знать, и сказал Михайла, наказал меня Бог за то, что я ослушался его, я был ангел на небе, я ослушался Бога, был я ангел на небе, и послал меня Господь вынуть из женщины душу, слетел я на землю, вижу, лежит одна жена больна, родила двойню двух девочек, копошатся девочки подле матери, и не может их мать к грудям взять, увидала меня жена, поняла, что Бог меня по душу послал, ни сестры, ни тетки, ни бабки, некому моих сирот взрастить, не бери ты мою душеньку, дай мне самой детей вспоить, вскормить, на ноги поставить, нельзя детям без отца, без матери прожить, и послушал я матери, приложил одну девочку к груди, подал другую матери в руки, и поднялся к Господу на небо, прилетел к Господу, и говорю, не мог я из родильницы души вынуть, отца деревом убила, мать родила двойню, и молит не брать из нее души, говорит, дай мне детей вспоить, скормить, на ноги поставить, нельзя детям без отца, без матери прожить, не вынул я из родильницы душу, и сказал Господь, поди вынь из родильницы душу, и узнаешь три слова, узнаешь, что есть в людях, и чего не дано людям, и чем люди живы, когда узнаешь, вернешься на небо, полетел я назад на землю, и вынул из родильницы душу, отпали младенцы от грудей, завалилось на кровати мертвое тело, придавило одну девочку, вывернуло ей ножку, поднялся я над селом, хотел отнести душу Богу, подхватил меня ветер, повисли у меня крылья, отвалились, и пошла душа одна к Богу, а я упал у дороги на землю, и поняли Семен смотренную, кого они одели и накормили, и кто жил с ними, и заплакали они от страха и радости, и сказал ангел, остался я один в поле и ногой, не знал я прежде нужды людской, не знал ни холода, ни голода, и стал человеком, проголодался измерз и не знал что делать, увидал я в поле часовню для Бога сделано, подошел к Божьей часовне, хотел в ней укрыться, часовня заперта была замком, и войти нельзя было, и сел я за часовней, чтобы укрыться от ветра, пришел вечер, проголодался я, и застыл, и изболел весь, вдруг слышу, идет человек по дороге, несет сапоги сам с собой говорит, и увидал я впервой смертное лицо человеческое после того, как стал человеком, и страшно мне стало это лицо, отвернулся я от него, и слышу я, что говорит сам с собой этот человек о том, как ему свое тело от стужи в зиму прикрыть, как жену и детей прокормить, и подумал, я пропадаю от холода и голода, вот идет человек только о том и думает, как себя с женой шубой прикрыть и хлебом прокормить, нельзя ему помочь мне, увидал меня человек нахмурился, стал еще страшнее и прошел мимо, и отчаялся я, вдруг слышу идет назад человек взглянул я, и не узнал прежнего человека, то в лице его была смерть, а теперь вдруг стал живой, и в лице его я узнал Бога, подошел он ко мне, одел меня, взял с собой и повел к себе в дом, пришел я в его дом, вышла нам навстречу женщина и стала говорить, женщина была еще страшнее человека, мертвый дух шел у нее изо рта, и я не мог продохнуть от смрада смерти, она хотела выгнать меня на холод, и я знал, что умрет она, если выгонит меня, и вдруг муж ее напомнил ей о Боге, и женщина вдруг переменилась, и когда она подала нам ужинать, а сама глядела на меня, я взглянул на нее, в ней уже не было смерти, она была живая, и я в ней узнал Бога, и вспомнил я первое слово Бога, узнай, что есть в людях, и я узнал, что есть в людях любовь, и обрадовался я тому, что Бог уже начал открывать мне то, что обещал, и улыбнулся в первый раз, но всего не мог я узнать еще, не мог я понять, чего не дано людям, и чем люди живы, стал я жить у вас, и прожил год, и приехал человек заказывать сапоги такие, чтобы год носились, не поролись, не кривились, я кроме меня не видал этого ангела, но я знал, и знал, что не зайдет еще солнце, как возьмется душа богача, и подумал я, припасает себе человек на год, а не знает, что не будет жив до вечера, и вспомнил я другое слово Бога, узнаешь, чего не дано людям, что есть в людях я уже узнал, теперь я узнал, чего не дано людям, не дано людям знать, чего им для своего тела нужно, и улыбнулся я в другой раз, обрадовался я тому, что увидал товарища ангела, и тому, что Бог мне другое слово открыл, но всего не мог я понять, не мог еще я понять, чем люди живы, и все жил я и ждал, когда Бог откроет мне последнее слово, и на шестом году пришли девочки двойни женщины, и узнал я девочек, и узнал, как остались живы девочки эти, узнал и подумал, просила мать за детей, и поверил я матери, думал, что без отца матери нельзя прожить детям, а чужая женщина вскормила, взрастила их, и когда умилилась женщина на чужих детей и заплакала, я в ней увидал живого Бога и понял, чем люди живы, и узнал, что Бог открыл мне последнее слово и простил меня, и улыбнулся я в третий раз, и обнажилось тело ангела, и оделся он весь светом, так что глазу нельзя смотреть на него, и заговорил он громче, как будто не из него, а с неба шел его голос, и сказал ангел, узнал я, что жив всякий человек не заботой о себе, а любовью, не дано было знать матери, чего ее детям для жизни нужно, не дано было знать богачу, чего ему самому нужно, и не дано знать ни одному человеку, сапоги на живого, или босовики, ему же на мертвого к вечеру нужны. Остался я жив, когда был человеком, не тем, что я сам себя обдумал, а тем, что была любовь в прохожем человеке и в жене его, и они пожалели и полюбили меня. Остались живы сироты не тем, что обдумали их, а тем, что была любовь в сердце чужой женщины, и она пожалела, полюбила их, и живы все люди не тем, что они сами себя обдумывают, а тем, что есть любовь в людях. Знал я прежде, что Бог дал жизнь людям и хочет, чтобы они жили. Теперь понял я еще и другое. Я понял, что Бог не хотел, чтобы люди врозь жили, и затем не открыл им того, что каждому для себя нужно, а хотел, чтобы они жили заодно, и затем открыл им то, что им всем для себя и для всех нужно. Понял я теперь, что кажется только людям, что они забота о себе живы, а что живы они одной любовью. Кто в любви, тот в Боге и Бог в нем, потому что Бог есть любовь. И запел ангел хвалу Богу, и от голоса его затряслась изба, и раздвинулся потолок, и встал огненный столб от земли до неба, и попадали Семен с женой и с детьми на землю, и распустились у ангела за спиной крылья, и поднялся он на небо. И когда очнулся Семен, изба стояла по-прежнему, и в избе уже никого, кроме семейных, не было. Два брата и золото Жили в давнешние времена недалеко от Иерусалима два родные брата, старший Афанасий и меньшой Иоанн. Они жили на горе недалеко от города и питались тем, что им давали люди. Все дни братья проводили на работе. Работали они не свою работу, а работу бедных. Где были утружденные работы, где были больные, сироты и вдовы, туда ходили братья и там работали и уходили не принимая платы. Так проводили братья врозь всю неделю и сходились только в субботу вечером к своему жилищу. Только воскресный день они оставались дома, молились и беседовали. И ангел господин сходил к ним и благословлял их. В понедельник они расходились каждый в свою сторону. Так жили братья много лет. И всякую неделю ангел господин сходил к ним и благословлял их. В один понедельник, когда братья вышли на работу и разошлись уже в разные стороны, старшему брату Афанасии стало жаль расставаться с любимым братом. И он остановился и оглянулся. И Иоанн шел, потупив голову в свою сторону и не глядел назад. Но вдруг Иоанн тоже остановился и как будто увидав что-то пристальное из-под руки стал смотреть туда. Потом приблизился к тому, на что смотрел. Потом вдруг прыгнул в сторону и не оглядываясь побежал под гору и на гору прочь от того места, как будто лютый зверь гнался за ним. Удивился Афанасий и вернулся назад к тому месту, чтобы узнать, чего так испугался его брат. Стал подходить он и видит, что-то блестит на солнце. Подошел ближе. На траве, как высыпано из меры, лежит куча золота, беременей на два. Еще больше удивился Афанасий и на золото, и на прыжок брата. Чего он испугался, отчего он убежал, подумал Афанасий. В золоте греха нет, грех в человеке. Золото можно зло сделать, можно и добро сделать. Сколько сирот и вдов можно прокормить, сколько голых одеть, сколько убогих и больных уврачевать на это золото. Мы теперь служим людям, но служба наша малая, по нашей малой силе, а с этим золотом мы можем больше служить людям. Подумал так Афанасий и хотел сказать все это брату, но Иван ушел уж из слуха вон, и только как козявка виднелся он уж на другой горе. И снял Афанасий с себя одежу, нагреб в нее золото, сколько в силах унесть, взвалил на плечо и понес в город, пришел в гостиницу, сдал гостинику золото и пошел за остальным. И когда принес все золото, тот пошел к купцам, купил земли в городе, купил камни, лесу, нанял рабочих и стал строить три дома. И прожил Афанасий в городе три месяца. Построил в городе три дома. Один дом приют для вдов и сирот, другой дом больница для хворых и убогих, третий дом для странников и нищих. И нашел ницую от третьего иностранно приемным домом. И осталось еще три тысячи золотых монет у Афанасия. И отдал он каждому старцу по тысяче, чтобы на руки раздавать бедным. И стали наполняться народом все три дома. И стали люди хвалить Афанасия за все то, что он сделал. И радовался на это Афанасий, так что не хотелось ему уходить из города. Но любил Афанасий брата своего и распрощавшись с народом, не оставив себе ни одной монеты, в той же старой одежи, в какой он пришел, в той же и пошел назад к своему жилищу. Подходит Афанасий к своей горе и думает, неправильно рассудил брат, когда прыгнул прочь от золота и убежал от него, разве не лучше я сделал? И только подумал это Афанасий, как вдруг видит, стоит на пути его тот ангел, который благословлял их, и грозно глядит на него. И обомлел Афанасий и только сказал, за что, Господи? И открыл ангел уста и сказал, иди отсюда, ты не достоин жить с братом твоим. Один прыжок брата твоего стоит дороже тех твоих дел, которые ты сделал золотом твоим. И стал Афанасий говорить о том, сколько бедных и странных он накормил, сколько сирот презрел. И ангел сказал ему, «Тот дьявол, который положил это золото, чтобы соблазнить тебя, научил тебя и словам этим». И тогда обличила Афанасия совесть его, и познал он, что не для Бога делал он дела свои. И он заплакал и стал каяться. Тогда отстранился ангел с дороги и открыл ему путь, на котором уже стоял Иоанн, ожидая брата. И с тех пор Афанасий не поддавался соблазну дьявола, рассыпавшего золото, и познал, что не золотом, а только трудом можно служить Богу и людям. И стали братья жить по-прежнему. Ильяс жил и нажил большое имение. Стало у Ильяса двести голов лошадей, сто пятьдесят голов рогатого скота и тысяч двести овец. Работники пасли табуны и стада Ильясова, и работницы доили кобылиц и коров, и делали кумыс, масло и сыр. Всего было много у Ильяса и в округе все завидовали Ильясовой жизни. Люди говорили, счастливый человек Ильяс, всего у него много, ему и умирать не нужно. Стали Ильяса знать хорошие люди и с ним знакомство водить. И приезжали к нему гости издалека, и всех принимал, и всех кормил и поил Ильяс. Кто бы ни пришел, всем был кумыс, всем был чай и шарба и баранина. Приедут гости, сейчас бьют барана или двух, а много наедет гостей, бьют и кобылу.